Всем привет! У нас постоянно спрашивают, чем один компрессор отличается от другого и как выбрать нужный, чтобы работал верой и правдой и делал все сам. Ну что ж, сегодня мы разберем, какие характеристики наиболее важны при выборе, как не ошибиться с производительностью, для каких работ какой компрессор актуален и попробуем поработать с разным пневмоинструментом. Посмотрев это видео, вы сможете сделать правильный выбор и не тратить лишних денег на покупку ненужной техники. Во второй части видео я дам несколько полезных советов по уходу за компрессором. Для начала разберемся, какие бывают типы компрессоров. По технологии сжатия воздуха наиболее популярные компрессоры поршневые и винтовые. Винтовые компрессоры незаменимы для интенсивной работы. Это дорогостоящие промышленные агрегаты, мы их рассматривать не будем. А поговорим сегодня о самых популярных поршневых компрессорах. Если вы ищете мобильный компрессор для гаража, стройки, ремонта, шиномонтажа, мастерской, то вам нужно выбирать из них. Поршневые компрессоры делятся по типу передачи на коаксиальные и ременные. Коаксиальные в свою очередь делятся по типу смазки на масляные и безмасляные. В безмасляных компрессорах поршневая группа изготовлена из специальных материалов, которые уменьшают коэффициент трения. Они дают на выходе воздух высокого качества, что идеально для проведения покрасочных работ. Стоят они недорого, потому что у них простая конструкция прямого привода. Что важно, их можно хранить и возить в любых положениях. Если масляный компрессор нельзя перевозить на боку, а устанавливать его нужно только на ровную поверхность, то для безмасляных это не важно. Они неприхотливы и дешевы в обслуживании, потому что не надо менять масло. Недостаток только один. Эти агрегаты не рассчитаны на длительные нагрузки и имеют ограниченный ресурс. Масляные компрессоры имеют картер со смазывающей жидкостью, которая увеличивает ресурс работы двигателя и смазывает пневмоинструмент. Но если для работы с инструментом, оснащенным мотором, это плюс, то для работы с покрасочным пистолетом это минус, так как частички масла попадают в краску и качество покраски может пострадать. Здесь вопрос решается установкой дополнительных фильтров перед краскопультом. Производительность у таких агрегатов выше. За счет конструктива их ресурс в 2-3 раза превосходит ресурс безмасляных. Из недостатков они требуют дополнительного ухода, контроля и своевременной замены масла. Если вы планируете долговременное и интенсивное использование, подключение нескольких мощных потребителей одновременно, то стоит обратить внимание на ременной компрессор. Компрессор с коаксиальным приводом обойдется дешевле и прекрасно справится с периодической загрузкой. Конечно, в долгом режиме работать он не сможет, и во включении не больше 20 минут. Компрессор сам по себе техника бесполезная и обретает смысл только в паре с пневмоинструментом. Поэтому параметры компрессора должны соответствовать параметрам инструмента, который вы будете к нему подключать. Важнейший технический параметр – это производительность компрессора. Он измеряется в литрах в минуту. В паспорте и на шильдике компрессора указана производительность на входе. Значение давления на выходе меньше. Чтобы его посчитать, используйте коэффициенты. То есть, если в паспорте ременного компрессора стоит производительность 320 литров в минуту, то рабочая производительность при максимальном давлении составит 240 литров в минуту. Производительность компрессора должна быть в идеале процентов на 20 больше максимальной производительности самого мощного из пневмоинструментов, которые вы планируете подключать. Иначе компрессор будет работать без перерыва. Давление на выходе плавать, а агрегат перегреваться. Но и качество работы инструмента будет соответствующее. Если вы хотите одновременно подключать несколько пневмоинструментов, то нужно суммировать их производительность. Узнать производительность пневмоинструмента можно из его паспорта или из таблицы, которую мы дадим чуть позже. Давление измеряется в барах или атмосферах. Оно настраивается регулятором выходного давления, и его можно понизить до нужного значения. Рабочее давление компрессора меньше пикового примерно на 20%. Например, у компрессоров с пиковым значением равным 8 и 10 бар, рабочее давление, как правило, составляет 6 и 8 бар соответственно. Рабочее давление компрессора должно быть больше давления пневмоинструмента как минимум на 1-2 бар. Для быстрого расчета производительности приводим таблицу подбора самыми ходовыми пневмоинструментами для гаража. Основная функция ресивера – снижение частоты перезапуска компрессора и предоставление времени для остывания компрессорной головки. Чем больше ресивер, тем меньше перерыва в работе, тем больше срок службы компрессора. Коаксиальные – компрессоры обычно имеют ресиверы от 6 до 50 литров, ременные – 50 или 100 литров. Мощные ременные компрессоры для СТО и производства оснащаются ресиверами до 500 литров. Другими словами, если вам нужен небольшой компрессор для дома или гаража, вполне достаточно ресивера до 24 литров. Если же планируются интенсивные работы, или вы будете использовать сразу несколько инструментов одновременно, то лучше рассматривать ресивер от 50 литров. А теперь потренируемся в подборе компрессора. Представьте, у вас гараж, и вы сами обслуживаете свое авто, авто жены и тесте. Постоянно пользуетесь пистолетом для накачки, продувочным пистолетом, шлифмашинкой, гайковертом, краскораспылителем. Самый прожорливый гайковер. Значит, по нему будет производиться расчет компрессора. Так как использовать компрессор планируется интенсивно, то лучше взять ременной. Нам нужна производительность на входе не меньше 360 литров в минуту. Необходимое давление для инструмента 6 бар, значит давление компрессора должно быть 8 бар. Ну что же, производительность от 360 литров в минуту, давление от 8 бар, желательно ременной. Нам отлично подходит вот эта модель. Правда, сейчас здесь стоит машина с ресивером на 100 литров, а вообще для гаража вполне хватит и на 50. Если с техническими характеристиками все понятно, то дам еще несколько советов, на что важно обратить внимание при выборе. Контроль за уровнем масла. Когда масляный картер оснащен окном контроля уровня масла, не надо вручную проверять его уровень. Это значительно сэкономит время на подготовку и сервис. Простая транспортировка. Хорошо, если в вашем компрессоре будет ручка и большие устойчивые колеса. Перед тем, как начать работать с компрессором, очень важно позаботиться о подготовке воздуха. То есть обеспечить такое качество воздуха в системе компрессор-пневмоинструмент, чтобы все агрегаты работали на полную мощность и без поломок. Например, компрессор потребляет окружающий воздух, который содержит влагу. Для работы пневмоинструмента, имеющего двигатель и подвижные части, важно убрать лишнюю влагу и обогатить воздух взвесью масляных частиц. Для этого перед подключением к пневмоинструменту нужно установить лубрикатор. Другой случай. Вы работаете краскораспылителем. А для покраски крайне важно, чтобы воздух был очищен от масла и пыли, иначе получите разводы и ненужную фактуру на поверхности. Очистить воздух для малярных работ поможет блок подготовки воздуха. Он убирает все ненужные частицы, влагу, масло, пыль, и на выходе мы получаем воздух высокого качества. И в конце ролика хочу сказать о некоторых правилах ухода за вашим компрессором. Первое. Перед первым запуском обязательно проверьте уровень масла. После первых 50 или 100 часов работы, в зависимости от модели компрессора, нужно поменять масло, протянуть резьбовые соединения, в том числе и крепление клапанной крышки головки. В общем, провести первое ТО. Потом меняем масло регулярно каждые 500 часов. Важно использовать один и тот же тип масла, который указан в паспорте к вашему компрессору. Второе. Периодически очищайте или меняйте воздушный фильтр, который стоит на входе компрессора. Третье. После окончания работы нужно слить конденсат из ресивера, особенно при работе с краскораспылителями. Четвертое. Также после окончания работы нужно спустить запас сжатого воздуха из ресивера. При выборе компрессора обратите внимание на срок гарантии, наличие сервисного центра в вашем городе и возможность отдельно заказать запчасти для ремонта. Я думаю, этих нюансов вам хватит, чтобы выбрать надежный компрессор, который прослужит вам долгие годы. Спасибо, что были сегодня с нами. Пишите нам в комментариях или на почту невопроссобаковфубок.ру. Краткие характеристики моделей, которые принимали участие в данном ролике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА